Мы можем столкнуться в зарубежных магазинах Это говноубиралка Я так ее называю, простите Насколько она пачкается Это салфетки для протирания зубов Покемоша дрожит, испугалась грома Вы никогда не догадаетесь, что это Дернулась Это очень жесткий вариант Привет, вы на канале Magic Family, я Аня И сегодня у нас будет еще одно видео из рубрики Безумные товары для животных Не забывайте прямо вместе со мной оценивать товар от 1 до 10 По безумности, по вашему мнению Оно не обязательно должно быть такое же, как мое Потому что в прошлом видео я почитала комментарии И мнение у нас не везде совпадало И мне было очень интересно И чем больше вы пишете развернутых комментариев Тем больше я их лайкаю, ставлю сердечки, отвечаю Они появляются в видео Когда вы подписываетесь на канал, если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь Потому что мы идем к 3 миллионам Я надеюсь, они очень скоро случатся Это будет самый большой праздник в моей жизни Обязательно проверяйте колокольчик Да? Лайк? Лайк! Когда мы набираем 50 тысяч лайков, вас всегда ждет невероятнейший контент на канале И вообще мне очень интересно, согласны ли вы с моим мнением Лайк, если согласны, дизлайк, если не согласны Вы можете вот посмотреть видео до конца и поставить Ну что ж, погнали вместе с вами оценивать безумные товары Начнем с безобидненького, да? Я включаю душнил и все такое Давайте просто полюбуемся вот такими прекрасными товарами для кошечек Как, например, кошачий рог Это же просто самая необходимая вещь в хозяйстве Или кошачий парик Причем их бывает огромное множество Самых разных Как-то раз в своих безумных товарах я заказывала из Китая Для животных такую львиную гриву Так вот это что-то вроде того Это такой товар, который абсолютно просто Вот абсолютно не нужен Кошка страдает? Вы вызываете в ней ненависть к себе на всю оставшуюся жизнь Мне кажется, здесь даже комментировать нечего Если вы реально со мной не согласны Я хочу увидеть ваши аргументы в комментариях Зачем кошке надевать рог, навязывать на голову? Зачем им надевать парики? Для каких целей? 10 из 10 У нас были ролики о том, как мы пробовали вино для кошек Как собаки пробовали пиво Собачье, конечно же, без алкоголя А также совсем недавно вышло видео, где мы попали в магазин сладостей для собак И накупили кучу всяких сладостей и пробовали И вот сегодня я хочу сказать об этом отдельно Я хочу отнести этот товар для животных к безумным Почему? Потому что я считаю, что сладости для собак особенно такие Сладкие, реально сладкие, похожие на человеческие Всякие печенья с кучей искусственных добавок и красителей Если вы не сделали это дома, просто хотели порадовать своего питомца на день рождения То я считаю, что это безумный товар, абсолютно не нужный нашим животным Если вы не смотрели это видео, посмотрите И вы сами все поймете Пирожные, конфеты, печенье, торты, мороженое Мороженое мы, кстати, тоже покупали и пробовали Мы практически его не съели И даже арахисовая паста В Америке и в Мексике очень любят арахисовой пастой кормить животных И они еще и с разными вкусами и разных цветов Но все это я отношу к безумным товарам Потому что это абсолютное очеловечивание питомцев Животным это все не надо Дайте им хорошую, хорошую такую вкусняшечку, косточку, что-нибудь такое полезное Ну более или менее полезное, вообще лучше просто кормить собаку кормом и все А все остальное, это все игры для взрослых и детей Игры для человеков, не для животных Животным вообще все равно, как выглядит этот пироженка, тортик, мороженка Главное не травить своих животных Вы, конечно же, можете сделать им сюрпризы приятно Но главное, чтобы там были полезные ингредиенты У меня на канале есть видео рецептов тортов собачьих Которые не такие вредные, как всякие искусственные сладости Поэтому давайте конфеты, печенье, пирожные, вот это для собак Все безумные товары, десятка им Пишите свое мнение, сколько бы вы поставили От одного до десяти и погнали Вот не могла я снять видео про безумные товары В котором не будет что-нибудь про какашки, да? Ну скажи мне, Покемон, что со мной не так? Что в прошлых во всех роликах? Что в этом? Что вот не выходит у меня из одного места детства? Хочется мне все время про какашечки, про говняшечки? Еще один безумный товар, с которым мы можем столкнуться в зарубежных магазинах Это говноубиралка Я так ее называю, простите Которая предназначена для того, чтобы убирать какашки за вашей собакой Для тех, кому не лень нагибаться, есть маленькие А для больших собак с их большими кучками И для тех, кому лень нагибаться, есть большие Я просто сейчас стою не нагибаясь, просто держу ее как лопату Это надо попробовать, это реально безумный товар Неужели это работает, кто-то это покупает? Мы не будем пробовать ее реально на том, для чего она предназначена Не переживайте, а то мало ли заблокируют видео Или кто-нибудь кушает сейчас, вырвет его Так вот этой штучкой, да, они бывают разных размеров, огромные Я сразу представила вот такую кучу, которую вот этой лопатой просто надо убирать Маленькие для маленьких собачек И самый главный вопрос, который у меня и остался к ней и был Это по поводу того, насколько она пачкается И насколько это вообще гигиенично и нормально Так вот, я увидела мужчину реально на улице, к сожалению, не смогла его заснять И подумала, что ему будет неловко Который реально убирает этой штукой И вот на этой штуке, на вот этих зубчиках И вообще вот на вот этой штуке всей, которая закрывается Там остаются остатки говна, извините за выражение Большинство людей, которым все равно на экологию Они делают по-другому Они запихивают в нее как бы пакет И не трогают пакет рукой, получается Но некоторые, видимо, не догадываются, что это нужно так делать Или они очень, как и я, тоже за экологию И либо покупают очень экологичные пакеты Либо не покупают пакеты И просто вот этой говноубиралкой вот так вот берут И вот так вот собирают все, что осталось после собаки Особенно, если она покакала не сухо А мокро Особенно, если это большая собака И у этого дядечки был лабрадор И он так нормально покакал И не очень твердо Ладно, все Короче, она вся была вот в этом всем И что он делает потом? Он приходит домой и моет? Он надевает перчатки Или просто руками смывает? Или он не моет? Оно просто засыхает и отваливается Короче, я реально считаю, что это безумный, безумнейший товар На который просто зарабатывают деньги Это совершенно ненужная вещь Ни хозяевам, и уж тем более собакам Ему вообще плевать Да, за собаками надо убирать Да, можно покупать пакетики, которые растворяются в природе Бумажные пакетики Да, можно сделать это вот так аккуратно рукой И не нужна тебе вот эта палка Ты ходишь с ней Этот пластик Представляете, сколько пластика произвели, чтобы сделать эту хрень? А там еще металл Потому что эти пружинки должны работать Короче, это просто трэш Это прям... Я бы больше, чем 10 поставила этой штуке Что еще интересного мы тут в магазинчике нашли? Если вы захотите освежить дыхание своей кошечки Чтобы у нее не воняло изо рта Можете купить ей вот такой вот дезодорант для рта С какой точки зрения я рассматриваю здесь безумство? С той, что да, есть действительно для собак Всякие специальные спреи для рта И для кошек тоже Но только эти спреи заточены не только для того, чтобы освежать рот Ну, знаете, как себе побрызгал, как жвачку пожевал Многие из них обладают какими-то специальными эффектами Например, заботятся о деснах Или еще что-то делают А если это просто освежитель рта То я считаю, что это бред Но самое бредовое это салфетки для протирания зубов Для кошек и собак То есть ты покупаешь такие салфетки 89, в нем 20 салфеток И протираешь зубы собаке Вместо того, чтобы их чистить Интересно, зачем и как это работает Зубы нужно чистить Если сами не можете, ходите к ветеринару в салон Чистить зубной пастой или щеткой Но зачем протирать зубы салфетками Я реально не совсем понимаю Может, я, конечно, отстала от жизни совершенно Но я не видела, например, людей, которые вместо того, чтобы чистить зубы Протирали их салфетками Вы так делаете? Скажите Если вы так делаете, может, со мной что-то не так? Я могу ошибаться, поэтому ставлю девятку этому безумию И если вы со мной не согласны, опять же, повторюсь, напишите в комментариях Напишите свои оценки этих безумных товаров Я всегда открыта к обсуждению Что вообще это такое, Юми? Это что? Это соус для собачьей еды? Серьезно? Дико странно добавлять вот такие соусы для собак, ароматизаторы Они еще и разные Ароматизатор для собачьей еды, чтобы собаки ели Вот объясните мне прикол Вот просто объясните мне Зачем собакам или кошкам Зачем им соус специальный Еще и с разными вкусами С разными ароматизаторами С разными красителями Зачем? Это абсолютно вот как вино или пиво У некоторых владельцев есть на это ответ Потому что собачка или кошечка не кушает ничего И вообще ей очень сложно подобрать корм И вообще она отказывается есть Юми Чу отказывалась кушать И у меня на канале когда-то было видео о том, как собаку покормить Если она отказывается Или щенок отказывается от еды Суть в том, что вам не нужно для этого усиливать вкус еды Улучшать еду Постоянно менять еду Потому что если вы это делаете То собака привыкает Во-первых, она вами манипулирует Я это жрать не буду, поэтому давай другое Кошки особенно любят так делать Во-вторых, если вы постоянно, практически ежедневно меняете корм Это не очень полезно для собаки или кошки Кто-нибудь из вас когда-нибудь видел собаку или кошку домашнюю Исхудавшую до костей Если с ней ничего не случилось Она живет в нормальной семье То нет, такого не бывает А если ей в еду постоянно добавлять какой-нибудь соус типа этого То, конечно, потом собака ничего без соуса есть не будет Наши с вами вкусовые рецепторы точно так же привыкают Если вы начнете каждый день есть чипсы И всякую еду с глютаматом натрия С всякими усилителями вкуса В конце концов, вы простую еду уже воспринимать будете сложнее Она будет вам менее вкусная Вам будет хотеться постоянно чипсов И чего-нибудь такого вот насыщенного, вкусного Такого То же самое происходит с собаками Если вы постоянно ей подкладываете в еду что-то, что содержит в себе такие вещи Или просто даже заливаете бульончиком каким-нибудь То, конечно же, собака в конце концов будет отказываться есть обычный корм Зачем? Если можно просто поголодать И в итоге хозяин сдастся и даст ей то, что ей нужно Я отношу этот товар безумным на десятку Досматривайте все безумные товары И потом проставляйте оценку Так удобнее смотреть, чем когда вы по одному комментарию пишете Покемоша дрожит, испугалась грома Вы знаете, я хочу перейти сейчас к другому товару для животных Который как раз очень в тему того, что сейчас происходит за нашим окном Смотрите, что я нашла в магазине Такого безумия вы точно никогда не видели Вы никогда не догадаетесь, что это Просто попробуйте посмотреть на упаковку и подумать Нарисован диван и всякие разные поверхности, которые кошки могут царапать Также нарисована вот такая штука, которая якобы для комаров В ней жидкость какая-то Используется, например, вот эта конкретно коробка На 30 дней ее хватает Подсказка то же самое существует и для собак, только на упаковке нарисован Салют, просто спокойная собака Собака за дверью, собака в коробке Если она написана адапсион, то есть она удочеренная Как вы думаете, что это может быть? Это штуки для кошек и собак И сделаны они для того, чтобы их успокаивать То есть, если, например, вы уходите из дома и собака воет, лает, разносит дом То эта вещь вам поможет Если, например, собака нервничает, например, салюты, гром, Новый год, праздник Собака дома переживает, нервничает То эта штука вам поможет Если кошек дома много, они дерутся и нервничают Эта штука вам поможет Если кошки с собаками дерутся, эта штука вам поможет В любом случае, когда животные переживают, нервничают, стрессуют Например, переехали в новый дом Или метят все подряд Потому что очень сильно переживают и нервничают Эта штука... Что такое? Хусь, погиб Что? Все? Уже не страшно? Если честно, я признаюсь, я никогда с этим не сталкивалась Я такая, серьезно, да? Вот это какая... какой трэш? Это надо такое придумать Такой безумный товар для животных Успокоительное Мучить вот так вот собак и кошек Успокаивать их, чтобы они не... Не вместо того, чтобы учить их дрессировать И поддерживать как-то по-другому Зоопсихологу ходить и так далее А просто их успокаивать вот посредством какого-то влияния Некого препарата Так вот потом я пошла и почитала И оказывается, это такая штука, как феромоны Якобы считается, что в этих штучках, которые вы включаете в розеточку Вот эта жидкость Или, например, есть спрей, есть брызгалки, есть даже салфетки С феромонами для животных Это специальные, натуральные, подобранные для собак и кошек вещества Их же феромоны, по сути Которые распространяются в воздухе Или если это брызгалка на лежанке Я не глубоко ее изучила, сразу говорю Я хочу ее глубоко изучить Но мне показалось, что, в принципе, этот товар может быть даже полезным Полезным, если, например, собака действительно очень тревожная Я вспоминаю Мишу, она очень сильно нервничала Хотя есть рекомендация, что использовать их нужно именно в определенных случаях То есть, например, если вы уходите из дома и собака очень сильно нервничает Когда вас нет, можно включить То есть, в определенных обстоятельствах это хорошо Но, опять же, как и любой такой полуполезный товар Здесь возникает вопрос А что, если люди используют это просто потому, что они не хотят суетиться, возиться со своей собакой Просто пусть она все время Или кошкой Пусть они все время будут вот такие сонные Под кайфом немножко, да, спокойные И больше не надо будет с ними мучиться Если люди будут использовать это в своих вот таких коварных целях То это товар плохой И как знать, кто будет как это использовать Кто-то для пользы, кто-то для зла Вместо того, чтобы как-то по-другому общаться и контактировать со своим животным Так что давайте я сейчас поставлю пятерочку этому товару Кто-то вот на ручках успокоился, уснул, все хорошо Гром прошел, дождь прошел и феромоны не понадобились В одном из видео про безумные товары А у нас уже накопилось достаточно много Очень много, посмотрите все Потому что это реально очень интересно Есть просто какой-то совершенный трэш Если я не ошибаюсь, мы обозревали Всякие дурацкие, совершенно дурацкие, тупые намордники для собак В том числе вот такой вот в виде утиного носика И еще всякие идиотские И вот что я обнаружила в зоомагазине Это останавливает собаку от того, чтобы тянуть, прыгать и делать все, что такое быстрое Это не причиняет собаке боли Это такой очень аккуратный контроль собаки То есть поводок, который надевается на морду Насколько вам кажется это нормальным? Когда-то очень давно, когда я только начинала канал У меня были такие рубрики, где я отвечала на какие-то очень узкие вопросы Длинные, короткие, широкие, узкие вопросы И у меня было видео на тему Некоторые все равно считают, что ошейники и просто поводки Они повреждают, могут повредить шею собаки в разных ситуациях Дернулось, спрыгнулось с чего-то Шлейка вроде как более безопасная тема Но с другой стороны, другие люди считают, что шлейка может испортить собаке Мышцы, кости, осанку, особенно в щенячьем возрасте Получается это поводок, который надевается как иномордник на морду В том числе, собака никогда не будет тянуть Потому что она не может тянуть как бы мордой, головой Не будет повреждаться ни шея, ни тела, ничего И когда у собаки закрыта пасть, она не будет подбирать земли И то, что собака, когда вот здесь ее держит, она более послушная И называется это по-нашему недоуздок Я порылась на разных форумах из интереса просто, как собачники к этому относятся И увидела ровно два противоположных мнения Одни совершенно против, другие совершенно за И мне очень понравился там один комментарий Надо в мозг собаке тормоза забивать, а не поверх шкуры навешивать И я, наверное, даже с ним согласна То есть можно пойти к кинологу, дрессировщику, научить собаку не тянуть Не через надевание на нее вот этого намордника Я еще очень большой минус в нем вижу То, что собака не будет подбирать классно И то, что не будет тянуть классно Но только легко ли ей будет дышать, например, в жаре, в теплой стране Если собака не может нормально открыть рот и достать язык А язык этот способ как раз регулировать температуру своего тела То эта вещь очень неполезная, даже вредная Но некоторые собачники пишут, что надевают его практически на всю жизнь Впрочем, некоторые и на строгачах всю жизнь ходят Я думаю, что вы знаете, что такое строгач Если нет, то вот так это выглядит Это очень жесткий вариант контроля над своим животным В общем, если вы захотите влиться подробно в тему Мы можем ее где-то обсудить Но я по степени безумности этой штуки поставлю все-таки, наверное, 7 В общем, пишите свой рейтинг в комментариях Ставьте лайк на это видео, если ждете скорее еще новые, новые, новые видео Увидимся скоро в новых роликах